На открытии памятнику Владимиру, памятник тебе тоже не нравится, был патриарх. Ты говорил про него в 2023 году. РПЦ является бездушной бюрократической машиной, которая никакого отношения не имеет к Господу Богу. И возглавляет ее патриарх. Это самый неуважаемый человек вообще в стране, который вызывает ноль уважения. Все, что он говорит и делает, вызывает желание проблеваться и никогда его не слушать. Да. Почему патриарх вызывает у тебя желание проблеваться? Объясни. Я вижу, как устроена та же самая православная церковь в Болгарии, в Грузии, может быть, даже здесь, в Греции. Как будто вот тот самый коннект с душой у меня там происходит, а в России не происходит. И даже то, как сейчас строят современные церкви и храмы, они такие же бездушные, как и вот эти скульптуры, которые ставят. Потому что их тоже делают люди, заказывают непрофессионалы, делают непрофессионалы и принимают непрофессионалы. То, что мы сейчас делаем, вот эти купола из фольги от конфет, такие, знаешь, голубые, золотые и какие-то бездушные, вот эти вот абсолютно клепанные, как из Софрина, вот эти вот трильяжи, которые, знаешь, в «Жигулях» висят у водителя. Бездушная хуйня. То есть вот к этому у меня претензия. Патриарх является для меня чуваком, который олицетворяет именно вот это бездушное отношение. Я не вижу, что он человек, которого я хотел бы слушать. Его слово для меня ничего не значит. Он не делает ничего, никаких действий. Опять же, может, я глубоко не прав. Я бы хотел, чтобы он как диаген в бочке жил и раз в год выходил, и, знаешь, не раскрыв глаза, там, желал всего хорошего, или говорил, не воюйте, и уходил. Он чиновник партийный, который ездит на Мерседесе, да, с этим складным крестом. Откуда у меня к нему возьмется уважение? Он, если вроде как он должен претендовать на то, что он про человеческие души, или даже имеет отношение какую-то связь с Господом, хотя у него не больше связи, чем у меня, мы одинаковые люди на земле, то он максимально засрал эту концепцию. Даже к Папе Римскому у меня больше уважения. И к Далей-Ламе. Почему Путин не блюет от патриарха? Откуда я знаю? Не пытался интерпретировать? Нет. Как ты думаешь? Я думаю, что я знаю. Я думаю, что Путин, неважно, что он любит на самом деле, и что какие-то легенды, или кто-то недавно описывал, что он Берлускони сердце оленя вырывал и ел, обливаясь кровью. В Италии обсуждали, у них такой сюжет прям, я себе представил. А Берлускони сказал, что я кровь не люблю, но вот Путин при мне ел сердце оленя. Поскольку он помер, мы не спросим. Было так или нет. Но какой-то его помощник рассказывает эту легенду. Вот я думаю, что примерно все остальное на уровне такой же хуйни. Нам просто не расскажут, как на самом деле. Это не важно. Потому что Путин, я его очень понимаю, потому что он хорошо защищает свою личную жизнь. Я тоже. Я в этом смысле. У меня ноль вопросов. Красавчик, молодец, так и надо. Просто не смешивает эти вещи. Но когда ему нужно общаться условно с патриархом, я думаю, что это не про его личные отношения. Там 100% только все основано на социологии. Как любой политик нормальный, он смотрит, ему каждый день приносит графики, метрики, рейтинги. Вот это все хуйни. Потому что так выгодно политически. Так выгодно. Как ты считаешь, патриарх верит в Бога? Понятия не имею. Как ты считаешь, Путин? Нет, я даже думаю, нет, он верит в Бога. Потому что быть таким, как патриарх Кирилл, и так много лет оставаться на этой роли, и иметь все, что он имеет, конечно, он верит в Бога, блядь. У него нет вариантов. Потому что только божественное провидение могло его поставить вот в такое положение. Любой нормальный... Если бы там действительно, знаешь, Бога бы не было, так и все было бы по-другому. Как ты считаешь, Путин верит в Бога? Конечно. Ну, в какого-то там своего. У него есть свои представления о том, что хорошо, что плохо. Иногда он дает об этом понять. Хотя что он на самом деле... Блядь, может быть, это Путин летает, кстати? Реинкарнация, да? Он время от времени появляется в кадре. Он еще жив все-таки. Чтобы сообщить нам что-то. В общем, да, я думаю, что правду мы не узнаем, потому что не дело политика правду рассказывать. У них другие инструменты. Но как будто бы да.